На сегодняшний день в регионе на дистанционном мониторинге продолжают лечение более 22 тысяч пациентов с ОРВИ и коронавирусом. Все они получают необходимые препараты. Большая работа идет не только в поликлиниках, но и на дому. Это так называемая выездная работа. При этом это может быть как осмотр на дому, так и проведение исследований таких, как экспресс-тесты на коронавирус-фекцию, доставка медикаментов. Все это требует большого количества людей, большого количества транспорта. Для оказания кузбассовцам медпомощи на дому используются 613 автомобилей. В связи с ростом числа заболевших, в том числе среди водителей, для оперативной доставки лекарств дополнительно привлекли таксомоторные парки, которые предоставили 35 такси. Также в работе задействовано 15 личных автомобилей медицинских работников. Дополнительно для того, чтобы не оставить людей без приехавшего вовремя специалиста, без необходимых лекарств, мы пошли на то, что с предприятиями, обеспечивающими работу такси, заключили договоры. Конечно, такси не используют для транспортировки больных, а только для доставки к больному врача или медикаментов. Кроме того, Алексей Цигельник напомнил об отмене карантина для тех, кто контактировал с больными COVID-19. Также в Кузбассе больше не нужно предъявлять QR-код, сертификат о прививке или справку об отрицательном ПЦР-тесте при посещении общественных мест и мероприятий. Продолжение следует...